Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. П на дороге, в автомобильной аварии в Цивильском районе погибли люди. Последняя инстанция. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел прием граждан по личным вопросам. Без барьеров в Чубаксарах появится первая инклюзивная детская площадка. Серьезное ДТП произошло сегодня в 13 часов 30 минут в Чувашии на трассе М7 в Цивильском районе около села Табанара столкнулись большегруз и микроавтобус. Предположительно, у грузового автомобиля лопнуло колесо, после чего грузовик наехал на восьмиместный автомобиль «Пежо». По предварительным данным, три человека погибли и шесть получили ранения различной степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники полиции и другие экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются. С личным вопросом напрямую к голове. Сегодня Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан. С какими проблемами обращаются к руководителю региона и как скоро их удается решить, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Личные встречи для граждан – это шанс решить оперативно наболевшие вопросы. Глава региона проводит приемы, чтобы получить обратную связь от тех, кто проживает в муниципалитетах. Екатерина Степанова приехала из села Янтиково. В больнице райцентра не хватает современного аппарата УЗИ. Местным жителям приходится обследоваться в столице республики. Мы уже с 2011 года стоим на учете у детского педиатра и кардиолога. И нам раз в год, ой, не раз в год, даже два года как минимум приходится делать вот УЗИ сердца. У нас аппаратура есть в Янтиково, но она очень старая, и то есть не может диагностировать точность. Я общался сегодня тоже с министрами. Они средства выделяют для ультразвукового аппарата с кардиальным датчиком для нужд Янтиковской больницы. Вот правильное название его, соответственно. Там после этого сейчас торги должны пройти. К Новому году, даже при объявлении второй процедуры конкурса, оборудование будет поставлено. Людмила Михайлова обратилась к главе региона с коллективной просьбой. Спортивный зал школы села Сосновка Маргаушского района нуждается в ремонте. По телевизору часто видим, что по новым санитарным требованиям в сельских школах должны быть теплые санитарные условия. Нельзя ли в нашу школу включить в российскую программу по созданию таких условий? В перспективе все условия будут созданы для детей, прежде всего, и для учителей. И здесь никаких сомнений ни у кого не должно быть. На приеме у главы решился и вопрос Светланы Ивановой. Она проживает в селе Шакулово Канажского района. Каждый год во время половодья здесь подмывают берега реки Ута. Грунт необходимо укреплять, и это признали специалисты. Глава региона отметил, что проблема селян будет решена. Люди есть люди. Людей мы беде никогда не оставляли и не оставляем. Но в то же время, соответственно, будем максимально делать все для того, чтобы обезопасить жителей этой деревни. Дома, перекупление будет проходить с пользой новых технологий. Это киосетка. Щебенеть надо будет, бутылки, камни надо будет завозить. Многодетная мама Татьяна Афанасьева на прием к главе приехала с младшим сыном и дочкой. Сейчас семья стоит в очереди на жилье. Вопрос о строительстве дома решен. Из бюджета была выделена более полутора миллионов. Михаил Игнатьев отметил, что новоселье они сыграют уже в этом году. По крайней мере, они каркасы должны сделать, тепло должны поддать, все нужно практически сделать для вас, для того, чтобы вы могли перейти. То есть деньги, они предназначены для вас. В связи с тем, что у нас законодательная норма работает, мы проводим конкурс, чтобы дешеветь стоимость, качество, чтобы было. Кабинет номер один. Зачастую именно общественная приемная президента страны, которая располагается за этими дверями, становится последней инстанцией в решении проблем. Сюда обращаются те, кто не дождался помощи от муниципальных властей. Как решаются вопросы граждан, пришедших на личную встречу, глава региона держит на постоянном контроле. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. Собственные доходы Республики растут благодаря реальному сектору экономики. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и члены правительства уточнили параметры республиканского бюджета на текущий год. Правительство Чувашии одобрило предлагаемые изменения. Благодаря им республиканская казна должна увеличиться на 2 миллиарда 200 тысяч рублей. Рост составит 4,4%. Это на самом деле позитивная динамика. Это говорит о том, что несмотря на сложности реальный сектор работает. Есть налогоподельщики, которые пополняют доходную часть бюджета. При этом грамотное администрирование позволяет вовремя предотвратить использование различных серых схем при оплате налогов. Что касается расходной части, то приоритеты уже расставлены в соответствии с государственными программами. Дополнительная финансовая поддержка будет оказана ряду отраслей. Самая большая сумма по безвозмездным поступлениям – это переселение граждан из аварийного жилья – 888 миллионов рублей. Как уже было сказано, на развитии агропромышленного комплекса также увеличивается существенно – 132,6 миллионов рублей. На 106,2 миллиона рублей увеличивается поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, из федерального бюджета предусмотрено дополнительное выделение средств на развитие здравоохранения. Это на высокотехнологическую медицинскую помощь в сумме 38,8 миллионов рублей. В сферу образования дополнительно будет направлено 291,5 миллиона рублей. В том числе на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей и на укрепление материально-технической базы организации образования. На повышение зарплаты работникам учреждений образования и культуры дополнительно выделяется 135 миллионов рублей. А дополнительные средства также пойдут и на финансирование Республиканского дорожного фонда. 91 миллион рублей будет на капитальный ремонт, ремонт содержания дорог регионального и межмуниципального значения. 71 миллион рублей – ремонт дорог общего пользования местного значения. Из общей суммы расходов дорожного фонда 26%, это почти 4 миллиарда рублей, уходит на сельские дороги. Предстоит ремонт дороги Урмара-Тегешево-Большие Кайбицы в Урмарском районе, Комсомольское, Яльчики, Новые Шумкусы в Яльчикском районе, Аниш-Нюшкасы в Янтиковском районе, а также дорог ряда улиц в поселке Вурнары. За счет бюджетных инвестиций начнется строительство двух средних общеобразовательных школ в микрорайонах Садовый и Новый город. Одного садика на 160 мест в микрорайоне Новый город, а также станции обезжелезивания в составе системы водоснабжения в селе Порецкое. Уже началась подготовка к формированию бюджета будущего года. Будем выезжать в муниципалитеты, будем смотреть, уже смотреть по объектам, по параметрам проекта бюджета на 2018 год. Свои предложения в приоритетном порядке вы должны четко обозначить. Это очень значимо для всех нас. Поэтому задача главных распределителей, чтобы деньги не залеживались, а направлялись по тем объектам, по тем мероприятиям, которые предусмотрены в программе. Родион Архипов, Сергей Адушкин, Республика. В Чебоксарах собираются за 10 лет обновить весь троллейбусный парк. Каждый год власти города намерены закупать по 25 электромашин. Поставщиком техники может выступить крупнейший белорусский холдинг. С его представителями уже провели переговоры. Сейчас в Минске производят гибридный транспорт, который питается от контактной сети и может проехать более 20 километров на зарядке аккумулятора. Такие троллейбусы в ближайшее время могут появиться и на Чебоксарских улицах. В микрорайоне Рябинка на территории Центра творчества Росток появится новый сквер. Центр творчества выиграл грант администрации города на эти деньги благоустроить территорию. Идеи предложили сами воспитанники центра. Центр Росток и все жители микрорайона Рябинка получили 200 квадратных метров территории. Квер станет эстетическим уголком и будет состоять из четырех зон. Зона со скамеечками и зелеными насаждениями станет местом отдыха для детей и родителей. У нас занимаются дети от полутора до 18 лет. Они растут, развиваются, они взрослеют здесь. И если есть то место, куда хочется приходить, где хочется не просто заниматься, а еще и проводить какое-то свое свободное время, это же очень здорово. И у нас будут зоны отдыха, будет площадка для проведения концертов. Перед ребятами, отдыхающими в профильном лагере, была поставлена задача придумать интересные предложения по оформлению фольклорного дворика и спортивной площадки. Проекты выставили на конкурс и выиграли грант в миллион рублей. Цена то, что сегодня в развитии комфортной среды и развитии общественных пространств у нас принимает участие не только взрослое население, а именно дети сегодня рисуют тот город, в котором они хотят жить. Путь от замысла к его воплощению оказался недлинным, а работы в будущем сквере уже начались. Первый у нас рабочий день, как мы подписали договор, сделали разбивку, как вы видите. Скоро должен приехать трактор, то есть мы будем выравнивать территорию. В данный момент приехали бордеры, мы их разгружаем. На этой неделе также завезем песок, начнем выравнивать площадку и укладывать бурщадку. На этом участке установят дополнительные опоры освещения, чтобы детям было комфортно и вечером. Высадят деревья и кустарники, разобьют клумбы. Завершить работы по благоустройству сквера подрядчик планирует 24 августа. Татьяна Молокова, Рефат Фаткулин, Арена Габелян, Республика. В Чубаксарах, как и в большинстве городов России, нет игровых площадок для детей с ограниченными возможностями здоровья. И им остается наблюдать со стороны, как сверстники резвятся на каруселях, горках, играют в песочницах. В скором времени эта ситуация может измениться. Первая в Чувашии инклюзивная детская площадка появится в микрорайоне «Новый город» уже в середине августа. Это стало возможным благодаря инициативе благотворительного фонда «Это чудо» и поддержке спонсоров. В мае этого года они запустили социальную акцию «Дорога в изумрудный город». Любой человек может прийти на нашу локацию, которая находится в разных частях города, поучаствовать в акции, приобрести за символические 100 рублей кирпичик, разукрасить его, оставить свой автограф, нарисовать цветочки, лепесточки, все, что душе угодно. И этот кирпичик будет использоваться при строительстве городка. Более 600 кирпичей уже имеют название. Имена неравнодушных людей. Одними из первых к акции присоединилась семья Петровых. Очень захотелось принять участие с целью приобщить обычных детей к детям с безграничными возможностями, чтобы они могли все вместе наравне жить. Акция «Дорога в изумрудный город» стирает границы даже между странами. Там детишки были абсолютно все разные. Со всеми было интересно работать. Кому-то я помогала, кто-то мне предлагал идеи. Мы рисовали вместе, я ознакомилась с детишками. Там были детишки, например, из Ирландии приезжали, приезжали из Чукотки. Люди разные, но цель одна – помочь особенным детям. По словам Натальи Васильевой, чтобы стереть барьеры между детьми, в городе нужно установить около 10 таких инклюзивных площадок, оснащенных специализированными лестницами, горками, мостами. Они универсальны для всех детей. Стоимость одного городка – 2 миллиона рублей. Внести свою лепту в строительство изумрудного города можете и вы. Акция продолжится до 6 августа. Татьяна Филатова, Расиль Мухаммедов, Республика. 20 августа Чебоксар отметит 548-летие. Кто выступит на главной праздничной сцене, предлагают выбрать горожанам. На официальном сайте столицы Республики открыт интернет-опрос. Чебоксарцам предлагают на выбор 8 эстрадных звезд. Группа «Серебро», «Иванушки Интернешнл», «Ума Турман», «Браво», «Нана», а также известные артисты Стас Пьеха», «Вера Брежнева» и «Анита Цой». Голосование завершится 30 июля. Это все новости, но я с вами не прощаюсь. Через пару минут увидимся в программе «По существу». Гость студии, генеральный директор фонда капитального ремонта Олимпиады Епифанова. Говорить будем о ситуациях, когда во время капитального ремонта жители не пускают в свои квартиры рабочих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова